Всем привет! Вы только посмотрите, что за пирог. Сегодня мы с вами будем готовить. Делаем простое безапартное тесто. В миску выливаем молоко. Добавляем сахар. Дрожжи. Одно яйцо. Растительное масло. И щепотку соли. Перемешаем всё. Частями будем вводить муку. Присыпаем стол мукой. И будем уже замешивать на столе. Получается очень мягкое тесто. Забивать мукой его не будем. Берем миску. Посыпаем сверху мукой. Закрываем полотенцем. И убираем в тёплое место на час. А сами займёмся начинкой. В сковороду налила растительное масло. Здесь у меня уже почищенный кабачок. Я его очистила, убрала свединку и нарезала вот таким кубиком. Отправляем жариться. Огонь у нас чуть выше среднего. Кабачки нам нужно обжарить. Кабачки у нас уже хорошо прожарились. Теперь их можно посолить. Добавить чёрный перец. По желанию можно добавить чеснок. Я вам советую, потому что кабачки очень любят чеснок. Можно свежий выбрить. Добавлю немного ароматных травок. Перемешиваем. Кабачки у нас готовы. Попробуйте их обязательно, чтобы они вам нравились, были солёные. Сейчас я переложу их в миску и кабачки надо остудить. Приплыли его немножко тестом мукой. Сейчас нам надо раскатать круг по нашей форме. Добавляем. Ну вот, наверное, хватит. Немножечко ещё так прокатаем. Перенесём тесто в форму. Распределяем тесто по форме. Делаем бортики. Добавляем. Можно зеленый лук или укроп. Ну, что у вас есть. Здесь у меня 2 помидора. Я сняла с них кожицу. И нарежем дольками. Томаты придадут пирогу сочность. Помидоры надо немножечко посолить. И на этот слой можно добавить черный перец. Теперь берем остывшие кабачки. И распределяем сверху. Посмотрите, какой уже красивый и аппетитный пирог у нас получается. Здесь я натерла, ну, где-то 75 грамм у меня здесь было сыра. Сыра можно и больше. Сыра можно разного. Моцареллу очень хорошо сюда. Смесь сыров. Распределяем сыр по поверхности. Берем сливки. Добавляем 2 яйца. Посолим. И перемешаем. Хорошо перемешала. Теперь заливаем пирог. Залила заливкой. Пирог у нас подготовлен. Духовку я разогрела на 180 градусов. Отправляем пирог в духовку. Пирог выпекался 35 минут. Посмотрите, какой он румяный. Ароматный такой. Оставлю его на несколько минут. Минут на 10-15 прям в духовке. Вот так вот оставлю. Пусть он постоит, потом достану его. Ароматы стоят прям чудесные. И пирог получился очень красивый. Ну вот он наш красавец. Такой вот пирог у нас с вами получился. Ароматный, пышный, вкусный. Начинка. Ну вы сами понимаете, все видели. Начинка очень вкусная. Делается очень просто. Вот такой пирог в разрезе. Форму я ничем не смазывала. Пирог очень хорошо поднимается. Ну согласитесь, очень просто, аппетитно. Пирог вкусный, нежный, сытный. Приготовьте, порадуйте свою семью. Это очень вкусно. А с вами была Алина Воскресенская. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. И конечно, готовьте по моим рецептам. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok